Всем привет, это EFFECT PRISM и сегодня я вам покажу как добавить 3D текст в видео. Для этого нам понадобится студио версия DaVinci, потому что мы будем использовать инструмент, который доступен только в этой версии. Ну что же, давайте начинать! Для того, чтобы добавить текст в видео, нам понадобится как минимум видео. Я уже выбрал вот такой небольшой клип, здесь просто камера передвигается внутри комнаты. Давайте поставим playhead напротив видео и перейдем во вкладку Fusion. Первое, что нам нужно сделать, это оттречить это видео. Для этого нам понадобится нода Camera Tracker. Нажимаем Shift-пробел и ищем Camera Tracker. Далее, можно в принципе оттречить в автоматическом режиме, но я здесь настрою больше точек. Давайте поставим галочку preview after track locations, так он будет нам показывать какие точки он будет тречить. И передвигая ползунок Detection Threshold, вы можете регулировать количество точек. Судя по всему, это максимум, который предлагает DaVinci. Давайте оставим. И еще поставьте галочку bidirectional tracking, для того, чтобы трекинг сразу же произошел в обоих направлениях. И нажимаем кнопку AfterTrack. Итак, трекинг закончился. Переходим в инспекторе на вкладочку Solve и нажимаем кнопку Solve. Этот процесс занимает некоторое время, поэтому наберитесь терпения и подождите. Давайте посмотрим результаты, которые нам выдал трекинг, а именно на Average Solve Error. Тут получается 1,03 пикселя. Приблизительно это слишком высокое значение, поэтому сейчас для того, чтобы улучшить качество трекинга, нам понадобится удалить ошибочные трекеры. Для этого подвиньте чуть левее ползунок Minimum Track Lens, точнее правее. Оставим только трекеры, у которых минимум, допустим, пусть будет 8 кадров длина. Потом уменьшим максимально возможное значение ошибок, то есть таким образом мы выберем трекер, у которых значение ошибки больше, чем то значение, которое мы здесь указываем, для того, чтобы их потом удалить. Поэтому этот ползунок тянем влево и Maximum Solve Error также двигаем влево. Так как у нас стоит галочка Auto Select Tracks While Dragon, это значит, что эти трекеры у нас уже выбраны, и мы можем с ними работать. У нас выделились те трекеры, которые не подходят под наши условия, поэтому мы нажимаем кнопку Delete, для того, чтобы удалить трекеры с большим количеством ошибок. Теперь нажимаем кнопку Solve еще раз. И теперь смотрите, у нас значение ошибки примерно 0,5 пикселя. Это вполне неплохое значение для Full HD разрешения, и с этим уже можно работать. Теперь переходим в инспекторе на вкладку Export, выбираем Export Options, и мне здесь в целом не нужен Image Plane, я его создам позже самостоятельно, а остальное можно оставить, и нажимаем Export. И у нас в рабочей области появилась вот такая конструкция. Нода Camera Tracker в принципе не нужна, может ее отсоединить или даже удалить. Ground Plane и Point Cloud. Ground Plane в принципе она тоже не нужна. Да, их можно было в принципе и не экспортировать, но ничего страшного. Так, давайте в левый вьювер выведем ноду Merge 3D, и посмотрим, что у нас получилось. Что мы видим? Мы видим камеру, которая двигается при перематывании видео, и Point Cloud. Это вот это вот зеленое облако крестиков. Давайте только крестики заменим точками, для того, чтобы было удобнее видеть, и уменьшим их размер. Вот примерно так. Вы можете настроить так, как вам удобнее. Давайте выведем Merge 3D еще и в правый вьювер, только здесь включим вид через камеру. Для этого нажимаем правой кнопкой, камера, камера 3D. И вот что мы видим через камеру. Так, сейчас нам нужно создать плоскость пола, на которую мы поставим наш 3D текст. Для этого выбираем какое-нибудь положение, в котором хорошо видно точки именно на полу. И нужно выбрать минимум 3 точки для создания плоскости. Их можно в принципе просто выделить. Вот так. Тут даже больше 3, это еще лучше. И нажимаем вот эту кнопку Create and Fit an Image Plane. И вот у нас создалась плоскость, которая на видео лежит в плоскости пола. Вот. Это этот Image Plane. Здесь нода Merge 3D не нужна, ее можно попросту удалить. А Image Plane для удобочитаемости конструкции можно подключить прямо в Merge 3D. Разницы от этого не будет никакой. Теперь давайте этот Image Plane увеличим для того, чтобы с ним было удобнее работать. Для этого перейдем во вкладку Transform и увеличим параметры X и Y. И давайте ее чуть-чуть переместим, потому что надпись, я думаю, будет стоять где-то в районе стола. Вот так. Теперь давайте поработаем с текстом. Добавляем ноду Text 3D, ее можно перетянуть с панели быстрого доступа, а можно также через Shift-пробел. Тут делайте так, как вам удобнее. И здесь напишем, например, 3D-текст. Можно выбрать какой-нибудь шрифт, отличный от дефолтного. Итак, вот наша надпись. Давайте выберем шрифт поинтереснее, что ли. Пусть будет такой. Сейчас, если посмотреть на текст сбоку, то видно, что он не объемный, а просто находится в 3D-пространстве. Давайте придадим ему объем. Для этого на вкладке Text раскрываем подгруппу Extrusion и тянем вправо ползунок Extrusion Depth. И таким образом мы придаем объем тексту. Для того, чтобы это было видно лучше, здесь во Viewer можно включить освещение тени. Для этого нажимаете правой кнопкой 3D Options, выбираете Lighting и Shadows. Так будет лучше виден объем 3D-текста. Дальше надо добавить текст в нашу общую сцену. Для этого подключаем текст 3D в ноду Merge 3D. И, собственно, текст уже можно наблюдать в сцене. Но он пока что стоит не там, где нужно. Поэтому давайте для начала к тексту добавим ноду Transform 3D, для того, чтобы его удобнее было позиционировать. Нажимаем Shift-пробел и находим ноду Transform 3D. Добавляем. А сейчас отобразим ноду Merge 3D в левом Viewer, для того, чтобы нам было удобно позиционировать наш текст. Итак, теперь вот у нас есть плоскость, у нас есть текст, и наша задача поставить этот текст на плоскость. Вот так. Теперь текст находится на плоскости. Единственное, что его можно чуть-чуть приподнять, потому что, как видите, снизу он немножечко проваливается под нее. Вот так. Теперь Image Plane в целом нам в сцене не нужен, поэтому его можно попросту скрыть от глаз камеры. Для этого переходим в инспектор ноды Image Plane, раскрываем подгруппу Visibility, и выбираем чекбокс Unseen by Camera. Вот так. Теперь в этом Viewer у нас плохо виден объем, потому что мы не включали дефолтное освещение и тени. Ну и давайте просто еще подсветим нашу композицию, для того, чтобы на текст тоже падало освещение, так же, как и в самом видео. Тут, если обратить внимание, судя по теням, источник света находится где-то в этой стороне. Давайте добавим Point Light, с ним меньше заморочек, на мой взгляд. Так, давайте подключим его сразу в сцену. Итак, нам его нужно расположить так, чтобы он освещал текст по диагонали. И немножечко его приподнять. Можно чуть дальше отодвинуть. Вот так. Ну и если нужно, можно поменять, естественно, и цвет текста. Давайте сделаем это. Допустим, покрасим его под цвет дивана. И поднимем интенсивность освещения. Вот так. Дальше нам нужно все это отрендерить. То есть, к ноде Merge 3D 1 добавляем Render 3D. Вот так. И Render 3D подключаем к ноде Media Out. Да, выглядит не очень, потому что мы в Render 3D не включили освещение и тени. Ну что же, давайте перейдем во вкладку Edit, дождемся, пока закончится кэширование, и посмотрим, что у нас получилось по итогу. Помимо этого, текст можно еще и анимировать. Например, в ноде Transform 3D мы можем сделать так, чтобы текст опустился сверху на пол. Например, вот так. Давайте в 35-м кадре поставим ключевой кадр на параметрах Translation по всем осям. Теперь перейдем в самый первый кадр и наш текст поднимем так, чтобы он вышел за пределы видимости камеры. Потом перейдем в Spline, отобразим измененные параметры для ноды Transform 3D. Это X-Offset, Y-Offset и Z-Offset. Выделим все ключевые точки и нажмем кнопку S на клавиатуре для того, чтобы просто смягчить анимацию, чтобы она не была дерганой в самом начале и в самом конце. Ну и теперь давайте перейдем снова в Ага, текст немножко видно. Давайте давайте его выше поднимем в 35-м кадре. Точнее в первом кадре. Ну вот теперь точно не видно. Все, переходим на вклад кодик Edit и дожидаемся, пока закэшируется наше видео. Как по мне, получилось довольно неплохо, всего лишь 15 минут. Надеюсь, видео было вам полезным. Большое спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok